Уважаемые коллеги, мы очень рады видеть вас на нашей ежегодной научной сессии Института гастроэнтерологии от традиций к нам инновациям. И этот сегодняшний симпозиум, посвященный одной из актуальнейших проблем, которые интересуются врачи многих специальностей, мы открываем симпозиум, посвященный изучению жировой болезни печени. Слово для доклада я предоставляю Игорю Геннадьевичу Бакулину, профессору Санкт-Петербургского университета имени Мечникова. Игорь Геннадьевич, просим. Установка. Очень рад всех видеть, в первую очередь, естественно, аудиторию. Аудитория, как вы видите, у нас компактная. В этом есть и плюсы, и минусы. То есть минус только для тех, кто будет снаружи, но у них всё равно есть возможность слушать нас и в онлайне, что называется, даже и участвовать. Это первое. Второе. Я хотел бы просто в качестве, пока опять же происходит установка презентации, хотел бы сказать, что… Ну вот мои регалия здесь есть, кто хотел бы это уточнить. Так вот, хотел бы всем лекторам напомнить то, что нас записывают, нас, как говорят, пишут. И всем, пожалуйста, кто не успел сделать макияж, особенно нам, Владислав Владимирович, об этом нужно помнить, а также всем, кто задаёт вопросы. Дальше хотелось бы ещё момент третий. И уточнить или, наверное, напомнить, что у нас не только симпозиум, но у нас ещё и следующий круглый стол. Поэтому, вот, Елена Владимировна, и организаторы решили вот таким образом, в такой аудитории, в таком формате уже в том числе начать и первый симпозиум. И с вашего разрешения я уже перехожу к первому, к своему докладу. И, конечно же, тот формат, ну, первое, то, что регламент, в первую очередь, да, 15-минутный, конечно, не позволит нам всё, что мы хотели бы сказать, высказать. Поэтому у нас будет круглый стол, поэтому мы будем, наверное, лаконичными, да, уважаемые коллеги. И то, что не успеем сказать, скажем, во второй части, а может быть и завтра, может быть и в последующих наших симпозиумах. Уважаемые коллеги, я бы хотел остановиться всего лишь на двух вопросах – диагностические и прогностические маркёры и вопросы, которые касаться будут уже подходов к терапии. И, тем не менее, в плане актуальности мы всегда помним, мы всегда говорим. И надо, наверное, уже среди гастроэнтерологов, гипотологов во всеуслышание заявить, что прошла вот та, наверное, то увлечение, та эра увлечением хроническим гепатитом С среди гастроэнтерологов, гипотологов. И мы сегодня акценты плавно-плавно смещаем, переходим. И уже никуда нам не деться, мы будем заниматься активно той проблемой, о которой мы сегодня проговариваем. Посмотрите, пожалуйста, взрослого населения, почти треть взрослого населения. Некоторые говорят о эпидемии, некоторые говорят о том, что вдруг она случилась. Конечно же, она не вдруг. Конечно же, мы сегодня говорим о том, что это и было, но действительно акценты на эту нозологию смещаются. И смещаются они в том числе ещё и с учётом того, что растёт доказательная база тех агрессивных последствий, о которых мы сегодня, наверное, не раз будем говорить и не раз услышим. Если мы говорим о доказательности, мы должны говорить в том числе и с точки зрения тех рекомендаций или тех подходов, которые чем-то рекоментированы. Я знаю, сегодня будет активно этот вопрос проговариваться, и профессор Цуканов об этом будет говорить. Но, тем не менее, я хотел бы вот этот слайд показать, что у нас есть и российские рекомендации, и европейские рекомендации, на которые мы обращаем внимание и сверяем наши часы. Но, тем не менее, вот такие общие положения, если мы хотели бы начать от печки, я позволю себе сказать, что сегодня, в наше время, мы уже чётко должны себе сказать, понимать, и более того, пациентам в том числе говорить о том, что действительно есть две основные нозологические формы. Именно так их сейчас позиционируют. Буквально, может быть, 5-10 лет назад такого, в общем-то, не признавалось. Но, тем не менее, сейчас всё больше и больше экспертов склоняются именно к такой позиции, что жировая дистрофия и неалкогольный статок гепатита – это практически две разные нозологии. И, в первую очередь, по течению, по прогнозам. А прогноз различный будет не только по частоте встречаемости и прогрессии до фиброза, но и по циррозу, по гепатоцеллярной карциномии. Именно неалкогольный статок гепатит является основным донатором как цирроза печени, так и причиной для трансплантации печени. И, к сожалению, эта группа является основной группой риска по гепатоцеллярной карциномии, что нельзя сказать о пациентах с жировой дистрофией печени. Следующий момент, который мне бы хотелось сказать, заключается, и я перехожу к этому вопросу уже первому, о диагностических и прогностических маркерах и диагностических и прогностических факторах прогрессирования заболеваний. Именно на этом делается акцент всех экспертов сегодня в наше время. И очень важно понимать, что с первого шага, как мы встречаем такого пациента, мы уже понимаем, что здесь нам не обойтись часто без решения вопроса диагностического или выполнения полного диагностического алгоритма, когда мы должны исключить все имеющиеся возможные нозологические формы, связанные с патологией печени. Часто к нам пациент попадает с отклонением печеночных пробах, и это является поводом для того, чтобы мы сначала пошагово исключили вирусные, например, заболевания, лекарства индуцированные, заболевания аутоиммуногенеза и так далее. У нас указка-то работает, но у нас так как панель мы не можем показывать. Поэтому, уважаемые коллеги, я просил бы, в первую очередь, лекторов на это ориентироваться и уже уважаемых слушателей, наверное, следить за тем, что написано. Но мы в этой ситуации, я думаю, что будем выходить как-то из положения. Скренинговым методом являются, конечно же, как мы уже сказали, биохимические тесты, которые здесь представлены, ультразыковое исследование брюшной полости. Мы говорим о возможности выполнения неинвазивных тестов, к которым относятся фибротесты, неинвазивных методов исследования, это фиброэластометрия с функцией КЭП, ну и, конечно же, о морфологическом методе. Говоря о прогнозах, факторах риска, в первую очередь, мне бы хотелось обратить ваше внимание, что современные рекомендации, современные подходы позиционируют дело таким образом, что все пациенты с инсулинорезистентностью, либо пациенты с метаболическими факторами риска, здесь они перечислены, должны быть скренированы на неалкогольную жировую болезнь печени. Еще раз повторюсь, что скренированы на общий пул, на общее понимание, что же за этим пациентом стоит. Неалкогольная жировая болезнь печени, а здесь уже делить, либо это пациент с жировой дистрофией, либо пациент с неалкогольным статогепатитом, который является фактором риска всех-всех тех погрессивных в дальнейшем состоянии. Неинвазивные тесты, которые у нас в практике присутствуют, о них мы уже в какой-то степени сказали, в целях, опять же, не выставить их самыми главными или выставить приоритеты. Но важно в этой ситуации понимать, что, первое, нужно знать разрешающую способность метода, точку приложения этого метода, какие бы эти методы ни были. Но самое главное, опять же, это скренировать пациента с неалкогольной жировой болезнью печенью, с теми факторами риска, выделить группу риска с плохим прогнозом, то есть пациента с неалкогольным статогепатитом. И дальше за этой группой пациентов четко мониторить, агрессивно наблюдать, ну и в том числе эту группу стараться уже выделить факторы прогностические или факторы, которые мы называем предикторами, которые будут в дальнейшем помогать нам или уже до того, как мы начали еще лечить, прогнозировать исходы на лечение. Ну и вы видите уровень доказательности А1 у метода УЗИ. Этот метод все-таки на сегодня считается самым простым, но самым доступным и предпочтительным для диагностики именно неалкогольной жировой болезни печени как таковой в общем понимании. Рекомендации сегодняшние говорят о том, что серологические маркеры, в частности, стеататесты и другие тесты могут быть альтернативой для диагностики. В первую очередь, еще раз повторюсь, стеатоза, ну и место так называемого КЭП, это контролируемый параметр ультразвукового затухания, который является в общем дополнительной опцией к фиброскану. Место требует этого метода, требует еще уточнения. Что касается, еще раз говорить, если мы говорим о неинвазивных тестах, необходимо сказать, что верификация неалкогольного стата гепатита, то есть выделение вот этой агрессивной группы, тогда, когда мы говорим о плохом прогнозе, мы выделяем фокус группы по более активному мониторингу лечения. Мы должны сказать, опять же, опираясь на рекомендации, что, прошу прощения, что клинические, биохимические инструментальные методы, которые только сегодня бы не существовали, не могут достоверно отличить неалкогольную жировую болезнь печени от неалкогольного стата гепатита. Это еще раз нужно признать, и в этой ситуации еще раз неинвазивные методы не могут быть использованы для верификации неалкогольного стата гепатита. И еще раз вот эта цитата, я специально взял скриншот, обратите внимание, подтверждение неалкогольного стата гепатита – это пункционная биопсия печени. И повторюсь еще раз хотел бы, ни биохимические, какие бы цифры это ни были, ни ультразвуковые, ни другие неинвазивные тесты не дают нам подтверждения о неалкогольном стата гепатите, независимо от уровня цитолитического синдрома. Уважаемые коллеги, это очень важно понимать. Это значит, что нам, гастроэнтерологам, придется мотивировать пациентов на пункционную биопсию. И здесь масса нюансов, я думаю, сегодня об этом будет неоднократно говориться. Масса нюансов, то есть пациенты даже с инсулинорезистентностью, это необязательно пациент с неалкогольным статок гепатитом. Это тоже в обратную сторону надо понимать. И критерием неалкогольного стата гепатита здесь предпоказано является стеатоз, баллонная дистрофия и воспаление, уровень доказательности А1. И я еще раз хотел бы обратить внимание, это, в общем-то, доступно в рекомендациях. Но вот те признаки, которые характерны для неалкогольной жировой болезни печени, как стеатоз, или, как нам пишут морфологи часто, лобулярное портальное воспаление без баллонной дистрофии, или баллонная дистрофия со стеатозом, но без воспаления, это все признаки стеатоза. Но когда они все вместе, это то, что мы говорим, и когда мы уже ставим диагноз неалкогольный статок гепатит. Другие признаки, очень важно, уважаемые коллеги, еще раз вспомнить, что другие признаки, как ниже перечислены и тельцам, и лори, и большие или мега-митохондрии, не могут быть признаками неалкогольной статок гепатита и не являются обязательными. Генетические прогностические факторы, я очень коротко скажу, что не могут, не должны использоваться в рутинной практике, хотя некоторые данные, и все больше и больше таких данных накапливается в отношении того, что, например, наличие полиморфизма определенного адипонитно-нутрина или некоторых других, могут быть ассоциированы с повышенной прогрессией фиброза. Ну и, наконец, хотел бы сказать, все ли нам понятно и все ли нам известно все-таки в отношении диагностических тестов. Посмотрите на пациента, у которого абсолютно может быть четкое понимание вот так с первого взгляда, что есть избыточная масса тела, индекс массы тела, видите, 37, небольшой циталитический синдром, картина гепатомегалии и стеатоза, выполненный фибротест, говорит нам о фиброзе первой и второй степени, есть небольшая активность, есть небольшой стеатоз первой и второй степени, соответственно. Но вот что с этим пациентом делать, как диагноз, есть ли стеатогепатит или нет? Что мы рекомендуем такому пациенту? Первое, конечно же, пункционная биопсия печени, еще раз для верификации стеатогепатит. Но я хотел бы здесь уже, может быть, и сейчас сказать, что необходимо говорить уже о, в том числе, о таком важном показателе, как функциональный резерв печени. И, в частности, обратите внимание, вот справа от вас, вот два графика, которые говорят о линии, выделенной кружочками, это то, что указано и получено у пациента при выполнении дыхательно-неинвазивного методоцитивного теста, говорящего о нарушении функции печени, второй-третьей степени у пациента, у которого, как мы видели, всего лишь небольшое отклонение печёночных проб. Эти данные уже опубликованы, можно смотреть их. В частности, вот я анонсирую журнал «Формотека», мы активно все приняли участие в этом номере, который вышел перед Новым годом. Ну и очень коротко в плане лечения. Здесь, конечно же, будет очень коротко сказано, потому как сегодня еще и на круглом столе к этому будем возвращаться неоднократно. Вот те принципы лечения неалкогольного статогепатита, которые отражены на слайде, они же, в общем-то, в основном, мы говорим, опять же, с позиции доказательной, в большей или меньшей степени присутствуют в рекомендациях, уже говорят о том, что лечим-то мы неалкогольный статогепатит. И, как вы видите, неалкогольной, то есть жировой дистрофии печени в лечении, скорее всего, не присутствует, и лечить таких пациентов не требуется. За исключением, может быть, тех рекомендаций, которые будут касаться немедикаментозного варианта лечения, будут касаться диетических рекомендаций, активности физической и так далее, и так далее. Но, опять же, без установления диагноза неалкогольный статогепатит все эти опции, скорее всего, будут не находить свое подтверждение, как в плане мониторинга, так и необходимости. Вот здесь очень большой слайд, который мне бы хотелось понимать, что, думаю, что многие в аудитории, находящиеся практикующие доктора, наверное, не удовлетворены существующим пулом лекарственных препаратов, назовем их гепатопротекторами, которые мы назначаем часто без, к сожалению, какого-то эффекта или без должного полученного такого результата прогнозируемого. Поэтому нас впереди ждет большое будущее в плане понимания точек приложения для патогенетической терапии. Вы видите, это и некоторые препараты, из которых уже прошли вторую или третью стадию клинических исследований. И думаю, что в ближайшее время мы все-таки будем иметь такого рода препараты, подтверждения, или, наоборот, информацию о том, что эти препараты неэффективны. В частности, у меня на кафедре начинается исследование, я знаю, что в МКНС начинается исследование по применению агониста глюкогоноподобного пептида, в частности, вироглютит – это один из препаратов из этой группы, который зарегистрирован для пациентов с сахарным диабетом. Но, тем не менее, мне бы хотелось, может быть, буквально анонсом сказать, что сегодня при неалкогольной жировой болезни печени выяснено или выявлено то, что повышен уровень аммиака. И это ещё одна, может быть, новая веха, которая вот с прошлого, позапрошлого года у нас активно обсуждается, в том числе получены доказательные базы, хорошая доказательная база о агрессивном действии аммиака, в том числе не только по влиянию и по инициации индукции окислительного стресса или инициации клеточного повреждения, ясно стало, и это должно найти, скорее всего, потом и прикладное значение, что аммиак агрессивно действует в плане на… как точки приложения имеет и портальный печёночный кровоток, а также и звёздчатые клетки, стимулирующие которых мы, к сожалению, знаем о том, что это стимулирует и фиброгенез. Поэтому, зная какие-то позитивные моменты, мы можем уже, в принципе, думать о том, что те составные части препарата гипомер, в частности, эллинитин, эль-аспартат, влияя на редукцию или снижение уровня аммиака, могут способствовать в том числе и вот такому решению по генетической терапии на каком-то уровне. Доказательная база уже имеется, и мы за ней охотно и следим. Более того, надо сказать, что у этого препарата есть изменения в регистрации, дополнение к конструкции имеется. Вот такое краткое своё заключение, вернее, сообщение я хотел бы, наверное, добавить или закончить тем, что, наверное, сегодня, выйдя из зала после даже круглого стола, многие особо не испытают удовольствия именно потому, что пока проблема неалкогольной жировой болезни печени, лечение, диагностики может быть решена, а вот лечения нет, и поэтому мы можем выйти из зала не совсем удовлетворёнными. Почему? Не особо счастливыми. Но мне бы хотелось всё-таки не быть пессимистами, хотя, вы видите, и брать пример снеги. И в этой ситуации, я думаю, что мы в ближайшее время будем иметь возможность иметь и на своей улице праздник. Спасибо большое. Спасибо, Игорь Геннадьевич, за очень интересный доклад, но мы надеемся, что мы продолжим на круглом столе, и те, кто хотят глубже понять эту проблему, придут на вторую часть нашего заседания. А сейчас мы слово предоставляем нашему гостю из Красноярска, профессору Владиславу Владимировичу Цуканову, руководителю отдела гастроэнтерологии НИИ, проблем, медицинских проблем Севера. Прошу. Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, ну, два слова мы в какой-то степени будем повторяться, но я думаю, что, наверное, это, в общем, полезно. Ну, есть Зубер Юноси, один из американских лидеров публикации в гипотологии, то есть официальный орган СЛД, вы видите, что распространенность НЖБП на сегодняшний день очень высокая во всем мире, это метаанализ, в общем-то, и распространенность 25%. Ну, и в России примерно такая же ситуация. То есть 25% имеется в виду три составляющие компонента НЖБП, то есть это стеотост, это гепатит и цирроз. И сегодня официальная точка зрения и ИЗЛ, и СЛД, что НЖБП – самая частая патология печени. Но мы с вами люди очень медленные, консервативные, и нам надо перестраиваться постепенно в том плане, что вот эта проблема сейчас – это самая большая, самая главная проблема, которой занимается весь мир. Илья Геннадьевич озвучивал уже, собственно говоря, европейский гайдлайн, который был опубликован в 2016 году. Но вот это еще раз одно подтверждение, что колоссальная проблема. Только 1 миллиард пациентов с ожирением. Ожирение – это один из ведущих факторов риска. И дальше это и диабет. То есть колоссальная проблема. И очень важно еще и то, что, по всей видимости, частота этой патологии не только не будет снижаться, но, наверное, будет возрастать. То есть это проблема, которая с нами, по всей видимости, надолго. Поэтому повторяю еще раз, что, наверное, нам всем нужно как-то внимательнее относиться к НЖВП и активнее этой проблемой заниматься. Ну, факторы риска. Игорь Геннадьевич об этом говорил. Я кратенько вам напомню. То есть это стандартная ситуация. Она, в общем-то, является однозначной практически для всего мира. Немножко, может быть, в Азии там чуть-чуть другая ситуация. То есть в основном факторы риска – ожирение. Ну и тройной американский гайдлайн, по-моему, там 12-го года, что фактически у всех пациентов с ожирением мы обязаны проводить скрининг НЖВП. Сахарный диабет, гиперлепидемия и метаболический синдром. Ну, одно из главных достижений последних, ну, наверное, 7-8 лет – это доказательство того, что НЖВП – это прогрессирующее заболевание. В большей степени, как, в общем, верно сказал Геннадьевич, это относится к неалкогольному стоят и гепатиту. И на сегодняшний день в США, ну, к сожалению, российская статистика, она, в общем, такая очень-очень, скажем так, слабая, поэтому мы вынуждены пользоваться зарубежной статистикой в США. Вот в 16-м году, в 15-м году неалкогольный стоят и гепатит вышел на второе место среди причин трансплантации печени. Ну, то есть, опять-таки, для вас вывод такой, что если вы ставите диагноз НЖВП, то это прогрессирующее заболевание. То есть ни в коем случае нельзя к этой патологии относиться небрежно. Ну, еще один американский лидер, Арун Саньял, он, в общем, претендует на то, чтобы быть первым номером в США и автоматически первым номером в мире, в случае этой проблемы, кого необходимо лечить. Ну, прежде всего, это вот лица, у которых есть высокий риск прогрессирования НЖВП. То есть это несколько компонентов метаболического синдрома, это повышенное АЛТ, это стоят и гепатит с фиброзом. Цели терапии. Ну, еще один американский лидер. Ну, в общем, как бы сказать, мы можем в политике, наверное, где-то вот, как бы сказать, предполагать, что мы с кем-то конкурируем, но в медицине, наверное, нам, в общем, не грех знать, в общем, что говорят наши зарубежные коллеги. Это Стефан Харрисон. Цели терапии – это уменьшение фиброза, это излечение алкогольного стея и гепатита и улучшение качества жизни пациентов. Ну, и возвращаемся к европейскому гайдлайну по неалкогольно-жировой болезни печени. Ну, три, наверное, гайдлайны я вам буду показывать. Будет сравнение европейского гайдлайна с российскими рекомендациями. Я думаю, что свои рекомендации национальные надо, в общем, уважать. И в конце я вам покажу еще одну новую публикацию по НЖБП. Ну, надо, в общем-то, менять образ жизни пациентов, надо снижать вес. Вы видите, что снижение веса на 7-10%, в общем, это приводит к улучшению, в общем, не только, собственно, в течение эстеатоза, но и эстеатогепатита и даже фиброза печени. Но это принципиальный момент. Мы с вами, в общем-то, не любим, как бы сказать, долго работать с пациентами. Плюс пациенты часто не очень довольны тем, что доктор говорит о снижении веса. Я вот часто в лекциях говорю, пришел ко мне на прием пациент с ростом примерно 150 см, весом 150 кг, с махровым сахарным диабетом, гиперлепидемией и так далее, и так далее. Мы с ним долго говорили, в конце концов, я ему сказал, что надо снижать вес, если это мы не сделаем, то, скорее всего, не будет ответа на лечение. Ну и, в общем-то, пациенту это не понравилось так откровенно, потому что он пришел на консультацию к профессору, и должен быть, видимо, какой-то гонг прозвучать, какая-то психоделическая музыка, и он должен был выйти из кабинета, в общем, если не полностью здоровым, то сделал большой шаг к здоровью. А ему тут говорят, что надо снижать вес. Ну, то есть, в общем-то, такая школьная информация. И не нравится это, не нравится пациентам, но без этого, наверное, я думаю, что бессмысленно добиваться результатов. Поэтому мы говорим с вами, будем говорить о медикаментозном лечении, но без изменения образа жизни, наверное, медикаментозное лечение вряд ли даст какие-то результаты. Ну, диетические рекомендации. О диете можно говорить долго. Это, на самом деле, очень сложная проблема, в которой мы, как ни странно, в общем-то, занимаясь гастроэнтерологией, патологией, плохо разбираемся. Но один из таких простых моментов – это, скажем, стремиться к средиземноморской диете. Но мы с вами сейчас часто ездим на различные моря, загорать, знаем, что это такое. То есть больше овощей и фруктов, больше морепродуктов. Ну, кардиологи давно к этому пришли, но сейчас и мы, в общем-то, наверное, в гастроэнтерологии повторяем во многом эти подходы. Хотя, повторяю, что питание – это отдельная сложная, в общем-то, область. Много говорят тоже, если говорить о физических упражнениях, тоже там есть определенные свои проблемы. То есть, ну, казалось бы, надо заниматься аэробными упражнениями больше. То есть имеется в виду двигаться больше. То есть, ну, ходить, бегать, плавать там и так далее, крутить велотренажер. Ну, в общем-то, отношение к силовым упражнениям тоже, на самом деле, очень серьезно, особенно у людей пожилых. То есть надо заниматься мышцами. Мышцы сейчас – это очень важный орган, который активно влияет на гормональный обмен. Поэтому не надо противопоставлять аэробные и силовые упражнения. То есть надо заниматься и тем, и другим. Особенно, вот, повторяю, у людей такого уже возраста, среднего и пожилого возраста. То есть очень важно, чтобы они занимались мышцами. Ну, вот, что касается, если кратко, потому что выступление короткое, это, собственно, европейский гайдлайн, если обобщить показатели европейского гайдлайна, понятно, что по всем, собственно говоря, нельзя сказать, что лечение с точки зрения международных стандартов сейчас, оно является идеально разработанным. Вот, по всем параметрам есть определенная дискуссия, поэтому, я думаю, не случайно будет круглый стол. Вот, я, кстати, приношу извинения, мне нужно будет быть в другом зале в это время. Вот, ну, вы видите, что, да, ну, вот так у нас такая программа, то есть фактически в трех залах надо быть одновременно сейчас. Вот, ну, в двух как-то еще это можно попытаться сделать. Вот, видите, что инсулиновые сенситайзеры на витамин Е. На витамин Е, как бы, тоже большая дискуссия по витамину Е. Дальше, там, потом на этом останавливаюсь. Урсо-досихолевая кислота тоже есть определенная дискуссия. То есть это, прежде всего, по сути, единственная современная работа Влада РАЦИ, которая потом не была подтверждена. А гонистофронизоидных экс-рецепторов, это имеется в виду обетихолевая кислота, которая уже прошла, в общем-то, большая была работа. Омега-3 полинасыщенные жирные кислоты, прежде всего, для пациентов с гипертриглицеридемиями, для уменьшения жира в печени и, значит, нормализации гиперлипидемии. Статины. Прежде всего, цель основная – это уменьшение сиршесосудистого риска, потому что один из ведущих факторов, в общем-то, смерти у пациентов с НЖВП – это заболевание сиршесосудистой системы. То есть, если есть у пациента гиперлипидемия, есть сиршесосудистые заболевания, то показаны статины. Ну и сейчас активно достаточно промотируется пентоксифилин. Я об этом дальше, в общем, несколько слов скажу. Ну, это вот российские рекомендации, то есть это рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации Российского общества по изучению печени, опубликованной в 2016 году. То я, в общем, тоже являюсь одним из авторов этих рекомендаций. Видите, что фактически они повторяют, повторяют в очень большой степени международные подходы. Но единственное, могу сказать, что для нас с вами, может быть, в целом для России и вот для этих рекомендаций характеризуются они, может быть, чрезмерно лояльным отношением к цитопротекторам. Чрезмерно лояльным отношением. Ну, в частности, вот, ну, есть, дай бог здоровья, адаметионину, но фактически, то есть он присутствует в рекомендациях российских, то, по сути, доказательной базы, наверное, у адаметионина реальной доказательной базы для лечения на ЖВП нет на сегодняшний день. А с другой стороны, с учетом того, что мы живем в такое время немножко скандально, и как бы люди ругаются, там, фирмы ругаются друг с другом, надо сказать, что в российских рекомендациях присутствуют, по сути, все цитопротекторы, которые у нас есть на сегодняшний день. Потому что многие обижаются, что ты что-то говоришь, там, про одних хорошо, про других нехорошо. Хочу сказать, что все цитопротекторы, понятно, что есть дискуссия, Игорь Геннадьевич это, в общем-то, отметил по этому термину, есть вообще гепатопротекторы, ну, то есть это синоним, по сути, слова, цитопротекторы или нет, но, повторяю, в российских рекомендациях они есть, то есть практически вы можете все цитопротекторы, которые у нас активно применяются, назначать. То есть, ну, это вот такая ситуация, с ней можно спорить, с ней можно не соглашаться, но в определенной степени это документальный такой подход. Ну, и если говорить о последней дегистрии, физис-вик, ну, меня, в общем, разочаровал симпозиум, который был, то есть нередко, в общем, мы цитируем американцев, но вот конкретно на мае в Сан-Диего был слабый симпозиум. Единственное, можно выделить выступление Рахита Лумба, одна идея, которая очень, я бы сказал, плохо на самом деле развивается, то есть как применять несколько препаратов. То есть у нас много публикаций, именно которые выделяют значение одного какого-то препарата, и мало публикаций, мало, как бы, так сказать, ведется речь о комбинации препаратов. Но вот Рахит Лумба, молодой, в общем, парень, достаточно индийского происхождения, говорит, сказал, я думаю, очень рациональная вещь, на самом деле ее можно отдельно обосновывать, было бы, есть доказательная база этого подхода, что целесообразно использовать комбинацию препаратов, что на это надо обратить внимание. Ну и если говорить о совсем-совсем свежей информации, в 2017 году в первом номере ГАД, ГАД это ведущий европейский гастроэнтрологический журнал, фактор порядка 14, публикация с участием Аруна Саньяла, ну то есть это, в общем, повторяю, наверное, мировой лидер. Ну и что здесь надо сказать? Вообще многие международные конфиденции, они производят несколько странное впечатление в том плане, что не всегда говорят о реальной ситуации, то есть то, что есть на сегодняшний день, а говорят о будущем. Ну это как бы интересно, понятно, что будущее красивое, в общем-то, и я в какой-то степени вам покажу вот эти, вот это, собственно, что, видимо, в ближайшей перспективе нас ожидает. Ну агонисты PPR-рецепторов, собственно говоря, метаболические препараты, в частности, элофибронор, уже в одном из исследований, Golden 505, плацебо-контролируемое исследование, 276 человек, показал достоверное снижение дексаактивности неалкогольного астета гепатита. Ну а бетихолевая кислота, агонист фронизоидных рецепторов, экс-рецепторов регулирует биосинтез желчных кислот, уменьшает липогенез, глюконеогенез, улучшает чувствительность к инсулину. Ну и тоже прошло плацебо-контролируемое исследование, флинт, в котором, в общем, по целому ряду параметров был показан, в общем-то, ответ. Ну, есть там определенные трудности у этого препарата, но вот настойчиво-настойчиво пока, то есть это наша ближайшая перспектива. Ну, арамчол, конъюгат холио-арахидоновый кислот, ну, если говорить вот на простом бытовом языке, что немцы тоже пытались продвигать эту идею, то есть, значит, это, по сути, объединение желчных кислот и ненасыщенных, полиенасыщенных жирных кислот. Ну, вот я думаю, что сама природа как бы заложила, то есть что такое желчь? Желчь — это концентрация, собственно, липидов, то есть желчные кислоты и фосфолипиды транспортируют холестерин. То есть сама по себе ситуация взаимодействия фосфолипидов и желчных кислот, она как бы очень активно в организме используется. И вот эти препараты, они, особенно это израильский препарат, они пытаются его активно продвигать. Ну, статины. Статины на самом деле сложный препарат, на всякий случай скажу, что, вот если говорить, сейчас очень большая увлеченность гормонозаместительной терапией, мужскими половыми гормонами, и как бы идёт целый ряд больших, крупных исследований, которые пытаются стимулировать гормональный синтез и мужских половых гормонов, либо замещать дефицит у пожилых людей. И вроде бы там хорошие перспективы в этом плане. Надо помнить о том, что статины, в общем-то, блокируют синтез холестерина в печени, холестерин — это, в общем-то, вещество, из которого синтезируются половые гормоны мужские. То есть вы мужчине должны сообщить, назначая статины, что, собственно говоря, у него могут быть некоторые трудности вот в этом направлении. Об этом почему-то забывают. Ну вот антиоксиданты, из них, наверное, самым популярным является витамин Е. Ну это исследование Пивенс было, того же Аруна Саньяла. Но с другой стороны метаанализ, он, правда, видите, 2005 года, большой метаанализ, он показал повышение общей смертности в высоких дозах витамина Е, то есть 800 мг в сутки. Поэтому препарат нужно применять осторожно, видимо, все-таки в небольших дозах. Ну и помните о том, что антиоксидантами является не только витамин Е, но целый ряд работ есть по, допустим, комбинации витамина Е и аскорбиновой кислоты. То есть простые вещи, на самом деле, они достаточно могут быть эффективными. Ну, влияние на апоптоз и на выработку воспалительных цитоакинов. Есть, в общем-то, эмбрикосан, который тоже уже испытывается ингибитор Каспаза. В клиническом треале показал, в общем-то, действие на печёночные ферменты и маркеры апоптоза. Ну и пентоксифилин, ну, вроде бы он обладает способностью, значит, снижать выделение на ТНФ-альфа. То есть тоже есть ряд клинических исследований, в которых показана эффективность пентоксифилина при неалкогольном стетогепатите, подчеркиваю. Ну и ещё раз. Ну вот Саньял поставил здесь на шестое место изменение образа жизни, снижение веса. Но я думаю, что у всех пациентов это должна быть задача номер один. Если мы эту задачу решаем, есть вероятность, что мы поможем пациенту. То есть если мы эту задачу не решаем, то вряд ли мы, в общем-то, сможем помочь. Ну, влияние на микробиом. Ну, это скорее перспективное направление. В общем-то, о нём сейчас активно говорят. Но на самом деле доказательная база, в общем-то, не является значительной. Но тем не менее, ну, допустим, видимо, давно по идее этот вопрос надо ставить. Если мы назначаем препараты желчных кислот, то мы должны пытаться назначать пробиотики, потому что флора кишечника активно влияет на, в общем-то, соотношение перечных и вторичных халатов. Это пока не поднимается, но я думаю, по идее это должно быть. Ну, и антибактериальный препарат, имея в виду кишечные антисептики, но это принципы лечения дисбиоза, убирать плохую флору и затем замещать её хорошей флорой. Плюс сейчас активно также дискутируются вопросы пересадки флоры кишечной. Есть ряд работ, которые показывают, что это может быть эффективным. И антифибротические препараты, тоже вот два препарата, которые сейчас проходят клинические исследования. То есть это вот наши, собственно, перспективы на сегодняшний день. Ну и небольшое заключение. Ещё раз повторяю, что официальная точка зрения ИЗЛ, то есть Европейской ассоциации печёночной, СЛД, Американской печёночной ассоциации, заключается в том, что НЖВП – это самая частая патология печени. А если говорить о причинах гастроэнтерологической смертности, то основная причина гастросмертности в России – это заболевания печени. Поэтому нам с вами нужно как-то вот своё внимание переносить на заболевания печени вообще, в частности, на НЖВП. Очень быстро развиваются подходы к этой проблеме, но мы с вами немножко находимся так, чуть-чуть, скажем, не в центре всего. И вот эти клинические исследования нередко проходят мимо нашей страны. Но я думаю, что в самой ближайшей перспективе подходы к терапии НЖВП принципиально изменятся. Ну и в настоящее время в лечении занимают НЖВП ведущие позиции изменения образа жизни и снижения веса, антиоксиданты, цитопротекторы и инсулиновые синситайзеры. Спасибо. Спасибо, Владислав Владимирович. Ну и мы переходим, учитывая небольшое-небольшое у нас всё-таки небольшое опоздание с учётом первого актового заседания. Пожалуйста, уважаемые коллеги, чтобы в дверях у нас была возможность тем, кто может быть пройти сюда, чтобы, может быть, наш зал наполнялся. Ну и я с удовольствием передаю слово следующему докладчику. Два автора. Сандлер Юлия Григорьевна, старший научный сотрудник отдела гипотологии, и Киян Виталий Александровна, младший, а уже научный сотрудник, она же, отдела гипотологии, Московский клинический центр на неалкогольную жировую болезнь печени и сахарный диабет. Пожалуйста. Ещё раз добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое, Игорь Кеннадьевич. Ну вот мне хотелось бы, а будьте любезны, мне хотелось бы немножечко посмотреть на неалкогольную жировую болезнь печени с точки зрения коморбидности с сахарным диабетом. Ну, с одной стороны, и понятно нам, ведь печень занимает центральную роль в поддержании именно углеводного обмена, и этим объясняется её ключевое значение – развитие механизмов инсулинорезистентности, и объясняет так называемую вот эту ассоциативную связь и между у пациентов развитием с сахарным диабетом достаточно часто является предиктор неалкогольная жировая болезнь печени, и наоборот, развитие у пациентов с хроническими заболеваниями печени с сахарным диабетом. И уже доказано, что накопление липидов печени при неалкогольной жировой болезни повышает риск сахарного диабета, и прогрессирование неалкогольной жировой болезни ещё больше повышает риск развития сахарного диабета. Ну вот уже мы говорили и о распространённости, и об актуальности, и, возможно, и экономическом бремя. Но вот мне бы хотелось обратить внимание именно о распространённости неалкогольной жировой болезни печени и сахарного диабета. Цифры, они немножко колеблятся, зависят ещё и от методов, которыми исследовались. Ну и вот эта цифра 49-74 по данным магниторезонансного эластографии и магниторезонансного исследования. Ну и вот посмотрите, да, сахарный диабет является вторым фактором риска у пациентов, определяющих прогрессирование неалкогольной жировой болезни печени. Сочетание неалкогольной жировой болезни печени с дислепидемией встречается до 50%. И опять-таки вот у той когорты пациентов, у которых мы выявляем уже неалкогольный стеатогепатит, до 7-19% в случаях определяется и развивается цирроз печени. Ну вот мы говорили и о факторах риска, и та возрастная категория, да, вы видите наиболее возрастная категория, у которой развивается неалкогольная жировая болезнь, да, и сахарный диабет, это достаточно трудоспособный и возраст от 50 лет. И причем с возрастом увеличивается риск развития и прогрессирования фиброза. Ну вот здесь мне хотелось показать данные по нашему центру за 2014-2015 год, и в принципе в 2016 году в структуре хронических заболеваний печени, вот неалкогольная жировая болезнь приблизительно так и остается, хотя вот в 2016 году уже возросла до 18%. Ну мы уже здесь говорили, Игорь Геннадьевич говорил и о том, что именно чего, как и любое хроническое заболевание печени, неалкогольная жировая болезнь печени, она характеризуется прогрессирующим стечением. И взгляд на неалкогольную жировую болезнь печени как на доброкачественное состояние активно меняется. И вы видите по цифрам, насколько уже активно развивается цирроз печени, выявляемость его, и как уже говорилось по прогнозу американских ученых, к 2030 году именно цирроз печени по трансплантации выходит на первое место, прогнозируют. Кроме того, и гепатоцеллюлярный рак. Оказалось, что есть еще не совсем объяснимые патогенетические механизмы одинакового развития для гепатоцеллюлярной карциномы, сахарного диабета и ожирения. И проводилось такое фракционное эпидемиологическое исследование американских исследователей, которые показали, что если убрать риски развития ожирения и неалкогольной жировой болезни печени, то это гораздо уменьшит вклад в развитие гепатоцеллюлярной карциномы, чем даже излечение пациентов с хроническими вирусными гепатитами. Ну вот уже Игорь Геннадьевич говорил о методах, о скрининговых методах, с которыми мы начинаем проводить диагностику. Это же касается и для пациентов с сахарным диабетом. Ну и мне хотелось бы остановиться на том, что биохимические анализы и маркеры, они не всегда показывают и нет четкой корреляции между активностью цитолитического синдрома и активностью гистологической в печени. Кроме того, на сегодняшний день инструментальные методы, как Игорь Геннадьевич уже отмечал, ультразвуковое исследование, да, это высокоспецифический метод, опять-таки, но данное исследование не позволяет, создает серую зону, когда, так как мы диагностируем стеатоз, при наличии уже жировой инфильтрации выше 20%. Магниторезонансная эластография достаточно дорогой метод, и поэтому получается, что, в принципе, так и остается на сегодняшний день, как отметил уже также, мы отмечали сегодня, золотой стандарт и эталонный метод – это функционная биопсия. Вы все прекрасно знаете и пользу этого исследования, и имеющиеся риски. Ну и еще такой важный фактор, несмотря на то, что действительно мы должны мотивировать таких пациентов, но вот проводилось, опять-таки, популяционное исследование, которое показало, что, несмотря на то, что в стандартах стоит биопсия печени является основным диагностическим методом, а реально в клинической практике проводится по опросам гастроэнтерологов и гипотологов лишь 25% случаев. Ну и к тому же проводить функционную биопсию печени в динамике у пациентов с неалкогольной жировой для того, чтобы оценивать динамику стеатоза, фиброза, тоже достаточно проблематично. Ну вот мне хотелось отметить, что благодаря созданному консорциуму по изучению неалкогольной жировой болезни печени и именно как замедлить прогрессирование группой морфологов был предложен новый морфологический критерий определения. Это стеатоз, активность и фиброз, который позволит несколько упростить и уменьшить возможные чувствительности, и специфичность этого метода и повысит биопсию печени, потому что мы знаем, что является это не таким уж и эталонным методом. И, конечно же, в связи с этим активно последние десятилетия в клинической практике взгляд клиницистов сместился в сторону неинвазивных методов диагностики. И надо отметить, что, грубо говоря, их можно разделить на две категории. Один из этих методов – физический, который основан на измерении физической плотности печени. И второй – биологический, который позволяет определять неспецифические и более специфические маркеры печени в сирологических образцах. И дальше это ассоциируется и тот, и другой метод со стадиями фиброза. Ну и вот мне хотелось бы остановиться на возможностях именно биологического метода. Почему? Потому что, опять-таки, этот метод позволяет нам определять и активность воспалительного процесса в печени, выраженность и степень стеатоза, и стадию фиброза у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени. И надо отметить, кроме того, этот метод является, и я покажу дальше, в связи с тем, что проведено достаточно большое количество уже исследований, в сравнении с функционной биопсией печени, является еще и важным прогностическим методом. В основе этого метода лежит, как я уже сказала, определение определенных параметров. И вы видите, одни из них хорошо всем вам известны и знакомы, другие, может быть, в меньшей степени, но они являются прямыми маркерами фиброза печени, такой, как, например, альфа-2 макроглобулин. Как выглядит панель самой панели фибромакс, которая включает в себя панель определения фиброза, панель определения стеатоза, активности воспалительного процесса и наличие неалкогольного стеатогепатита. И мне хотелось бы в сегодняшнем выступлении остановиться на наших результатах, нашего исследования, которое ведется у нас в Московском клиническом центре совместно с отделением эндокринологии. И в большей степени, потому что мы попробовали посмотреть именно всех пациентов изначально с сахарным диабетом, хотя часть пациентов обследовалась и у нас в гипотологическом отделении. Цель нашего исследования – мы попытались оценить частоту развития стеатоза и фиброза печени у пациентов с сахарным диабетом с применением именно неинвазивных методов исследования, хотя часть пациентов, порядка 12 человек, было проведено и пункционная биопсия печени. Ну и вот смотрите, что мы увидели. На сегодняшний день выборка у нас составляет 96 пациентов, что из пациентов с сахарным диабетом с ожирением составили преимущественно 68%, пациенты с сахарным диабетом, которые имели и неалкогольную жировую болезнь, и дислепидемию. Почти 60% пациентов с сахарным диабетом, которые имели уже стадию неалкогольного стета, гепатита, составили преимущественно 88%. И на что хотелось бы у нас и ваше внимание обратить, что мы увидели, что вот оказалось, что медиана трансаминаз, ЛТСТ и гамма-глютамил-транспептидазия при выраженных стадиях фиброза, как мы говорим, клинически значимых, 2-й и 4-й, показатели эти средние значения были гораздо выше, чем у пациентов с незначительными стадиями фиброза, с минимальными. Ну и вот что мы получили, что преимущественно, то есть всего лишь 4% пациентов с сахарным диабетом не имели стеатоза, а все остальные имели разную степень выраженности стеатоза. Ну и вот я хотела бы обратить внимание, что вот благодаря стеататестам на основании проведенного достаточно длительного наблюдательного исследования установили французские исследователи, что именно выраженность стеатоза на сегодняшний день, оказалось, влияет на 10-летнюю выживаемость пациентов с сахарным диабетом и дислепидемией. И краткое резюме по части нашего исследования, что вы видите, что почти у всех пациентов с сахарным диабетом был выявлен стеатоз печени, и преимущественно 88% неалкогольная жировая болезнь печени находилась на стадии уже неалкогольного стеатогепатита. Мы посмотрели и сравнили зависимость фиброза печени от возраста, и вы видите, что преимущественно пациентов, конечно, у нас было в выборке больше старше 50 лет, но если брать там статистически, то оказалось, тем не менее, пациенты, которые имели выраженную стадию фиброза, клинически значимую, вторую и третью, в возрасте 50 лет было гораздо больше, и также такая же связь прослеживалась у пациентов с циррозом печени. Взаимоотношение ожирения и фиброза печени. Оказалось также, что пациенты с ожирением, с индексом массы тела в 30 имели гораздо чаще клинически значимую вторую и третью стадию фиброза, так же, как и стадию цирроза. И интересно оказался тот факт, что все-таки у мужчин цирроз встречался гораздо чаще, чем у женщин. Хотя, опять-таки, в данную выборку попадали пациенты, в котором мы исключали алкогольную болезнь печени, и ряд других факторов, которые могли оказать влияние на развитие фиброза. И вот здесь мне хотелось бы привести данные по двум методам по оценке фиброза печени, по данным методов фибротеста панели Fibromax и по данным методам фиброэластометрии. Ну и вот у нас были разные промежуточные этапы, где было пациентов 60-80, и вот сейчас почти 100, и приблизительно данные методы оценки именно стадии цирроза оказались идентичными, и выявляемость цирроза печени практически составляла одинаково от 10 до 12%. И мне хотелось бы опять-таки обратить внимание, что данный фибротест определялся как раз-таки в этом консорции на выживаемость, влияние выраженности фиброза на выживаемость пациентов с сахарным диабетом. И мы опять-таки видим, что пациенты с продвинутым фиброзом, выживаемость у них была гораздо ниже. Мы определили чувствительность этих методов эластометрии и фибротеста. И опять-таки, как я сказала, АУРОК, метод, который определяет именно достоверность этих методов, при фиброзе печени четвертой стадии был одинаковый и определялся как очень хорошим. Таким образом, в резюме мне хотелось бы отметить, что пациенты с сахарным диабетом имеют высокий риск развития неалкогольной жировой болезни с формированием продвинутого фиброза и цирроза печени. И как скрининговые тесты, неинвазивные тесты могут применяться у пациентов с сахарным диабетом. И они, как вы видите, демонстрируют сопоставимые результаты именно для обнаружения цирроза печени. Кроме того, мы проводили корреляционный анализ в нашем исследовании, и благодаря которому мы определили, какие же факторы могли бы влиять на достоверность этих двух методов. И вы видите, ожирение и синдром цитолиза могли влиять на достоверность определения фиброза по данным фиброэластометрии, и это известный факт. И с помощью дисперсионного анализа и множественной логистической регрессии мы выявили те факторы, которые способствуют развитию или прогрессированию фиброза печени у пациентов с сахарным диабетом. И это казалось, возраст, что также сопоставимо с мировыми данными, это наличие и выраженность степени стеатоза, наличие и выраженность неалкогольного стеатогепатита и именно активность данного процесса по акте теста ожирения, а также такие факторы и маркеры, как альфа-макроглобулин, который является, как известно, прямым неинвазивным маркером фиброза печени. Ну и вот данные международных исследований, которые также показывают, что и возраст, и повышение транссиминас, что мы также у себя отметили, и ожирение являются факторами риска у пациентов с сахарным диабетом, прогрессирование фиброза. Кроме того, известный тот факт, что вот рассматривался, также оценивался десятилетний риск осложнений у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, который является, опять-таки, одним из факторов метаболического синдрома и который подтверждает еще раз, что у нас неалкогольная жировая болезнь печени, как мы сейчас говорим, это уже полисистемное заболевание, и при наличии фиброза, насколько ухудшается продолжительность жизни и влияет на выживаемость продвинутый фиброз второй и цирроз печени. Кроме того, вот оказалось, что мультивариантный анализ определил, что риск развития кардиоваскулярных рисков 6 раз выше при наличии выраженного фиброза по сравнению с пациентами без фиброза печени. Опять-таки, данные мировых исследований у пациентов с сахарным диабетом старше 45 лет, здесь выбрака гораздо больше, и риск развития продвинутого фиброза и риск развития гепатоцеллюлярного рака печени. Таким образом, вот и выступая уже на протяжении последнего года, в том числе и перед эндокринологами, терапевтами, хотелось бы отметить, что действительно, к сожалению, большинство практикующих эндокринологов не отслеживали и не отслеживают факт именно развития клинически значимых стадий фиброза и цирроза печени у пациентов с сахарным диабетом. И, конечно же, об этом следует информировать врачей в данных профилях. И как скрининговые методы мы рекомендуем начинать именно с неинвазивных методов, а для того, чтобы уже дальше этих пациентов, как у нас в данном случае и происходит в нашем исследовании, данные пациенту, у которых выявился фиброз четвертой стадии, поступают уже в специализированное отделение к нам в гипотологии, где уже с применением и пункционной биопсии, если она влияет дальше и определяет прогноз, и определяет терапевтическую стратегию пациентов, проводить уже более подробные исследования, в том числе и пункционную биопсию печени. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Юлья Григорьевна. Я думаю, что после даже трех докладов уже появляются вопросы. У нас есть время для дискуссии. Надеюсь, мы регламент соблюдем, и будет у нас возможность и место задать вопросы. Другое дело, что у нас еще круглый стол, напоминаю. Поэтому даже если у нас не хватит времени, мы с удовольствием это перенесем. И я хотел бы еще раз, наверное, сказать, что издавна вообще сессия Института гастроэнтерологии была, можно сказать, такой выставкой достижений специалистов, научно-сотрудников того, что сделала за год, в частности, в этом учреждении. Вот этот доклад, наверное, один из тех иллюстраций по той научно-исследовательской работе, которая ведется в отделе гипотологии. Следующий докладчик. Я с удовольствием передаю слово профессору комиссаренко Ирине Арсеньевне с докладом. Во-первых, она представляет Московский медико-стоматологический университет имени Евдокимова. И мы сегодня уже говорили о статинах, соответственно, сердечно-сосудистых рисках у пациентов с неалкогольной, жировой болезнью печени. И там будет посвящен ее доклад. Спасибо. Спасибо за приглашение. Я с удовольствием принимаю участие. И прежде чем рассказать о статинах, мне хотелось бы остановиться на принципах рациональной фармакотерапии. То есть вопросы, которые должен задавать себе врач, назначая то или иное лечение. Среди многих вопросов – это какой должна быть схема медикаментозного лечения в зависимости от функционального состояния организма. В первую очередь это почки и печень. И второй вопрос – это превосходит ли возможность предполагаемого улучшения вероятность и опасность возникновения побочных действий лекарственного препарата. Определена высокая корреляция неалкогольной жировой болезни печени, в том числе и неалкогольного стеата гепатита, с компонентами метаболического синдрома, артериальной гипертонии и нарушениями липидного обмена. Причем превышает значение в популяции более чем в два раза. Среди сердечно-сосудистых заболеваний ведущее место занимают ишемическая болезнь сердца и мозговой инсульт, которые обусловлены атеросклеротическим поражением коронарных и мозговых артерий. Общность некоторых факторов, таких как артериальная гипертония, возраст, сахарный диабет и ожирение подчеркивает важность атеросклероза в патогенезе инсульта. Выделяют три группы риска пациентов с риском возникновения инфаркта и инсульта. Это низкий, средний и высокий. И, как правило, наши пациенты – это высокого и очень высокого риска, что требует активного вмешательства. Высокая настороженность в плане развития инсульта необходима врачам, пациентам старших возрастных групп, страдающих нарушением ритма, артериальной гипертонии. И также увеличивается риск и у курильщиков. И у всех пациентов, особенно в группах высокого риска, значимую роль играет современная оценка и коррекция показателей липидного обмена. Именно поэтому важнейшим аспектом первичной и вторичной профилактики инсульта наряду с антигипертензивной, антиагрегантной и антикоагулянтной терапией имеет значение и гиполепидемическая терапия, и прежде всего статины. Данные о влиянии гиперхолестериномии на развитие инсульта противоречивы. В середине 90-х годов опубликованы исследования, которые не обнаружили ассоциации между уровнем холестерина и риском развития инсульта. Чуть позже отмечено, что риск развития инсульта на 20% выше только у тех пациентов, у которых уровень общего холестерина превышает 220 мг на децилитр. Затем отмечено, что толщина комплекса интима-медиа является сильным предиктором развития атеросклероза и стенозирования сонных артерий, а степень их стенозирования прямо коррелирует с риском развития инсульта. Лечение статинами уменьшает толщину интима-медиа. Затем было доказано, что прием статинов снижает риск любого инсульта, но не влияет, как показано в 2008 году, на риск развития геморрагического инсульта. Исследование, которое здесь представлено, это по изучению вторичной профилактики развития инсульта на фоне приема статинами у пациентов без ишемической болезни сердца. И что оно показало? Что после 6 лет наблюдения на 16% снижается риск развития повторного инсульта на фоне применения статинов. И кроме этого, еще один результат на 35% сократилось число коронарных событий. Таким образом, результаты данного исследования послужили причиной внесения изменений в клинические рекомендации и позволили рассматривать наличие инсульта или транзиторной ишемической атаки как эквивалент ишемической болезни сердца при назначении статинами. Интересен тот факт, что другие гиполепидемические средства не снижают риск развития инсульта. Механизм действия в основном обусловлен не столько снижением уровня холестерина либо протеидов низкой плотности на фоне приема статином, но и их плеотропными эффектами. Это влияние на функцию эндотелия, пролиферацию клеток, снижение окислительного стресса, стабилизация адросклеротических бляшек, снижение риска развития мерцательной аритмии и нейропротективное действие. Полученные данные позволили экспертам Американской ассоциации кардиологов и Американской ассоциации по борьбе с инсультом рекомендовать интенсивную терапию статинами для вторичной профилактики. Причем как у больных, перенесших инсульт, или транзиторную ишемическую атаку, в том числе и без ишемической болезни сердца. Вот клиническое значение изменения липидного обмена представлено на данном слайде, всем хорошо известно. Хочу остановиться на том, что мы сказали, как причина развития атеросклероза, как тяжелая гипертриглицеридемия, всем хорошо известно, также может быть причиной развития острого панкреатита, и накопление свободных жирных кислот способствует развитию в том числе и сахарного диабета. И как отмечено в последние годы, повышение постпрандиальной концентрации триглицеридов является более сильным предиктором развития сахарного диабета, даже чем уровень глюкозы, причем может опережать на несколько лет. Вот такой пациент с метаболическим синдромом, с таким уровнем общего холестерина, может попадать на прием к терапевту, кардиологу, гастроэнтерологу и неврологу. И в первую очередь надо определить, является ли этот уровень повышенным. Хочу отметить, что также вам хорошо известно, что повышение уровня холестерина больше пяти, отмечено Американской, Европейской и Российской кардиологической ассоциацией. Так выглядит таблица в рекомендациях 2011 года, это европейские рекомендации. Российское кардиологическое общество также ориентируется на эти рекомендации, и вы видите, что здесь алгоритм ведения пациентов зависит от уровня холестерина липопротеидов низкой плотности и от риска развития осложнений по шкале СКОР. Этот алгоритм, я хочу здесь остановиться только на том, что наличие факторов риска, о котором уже говорили, это ожирение сахарной диабет и нарушение липидного обмена. Механизм действия статинов – это конкурентное ингибирование ГМК-коэнзим-А-редуктазы, фермента, который регулирует скорость биосинтеза холестерина в печеночной клетке, тем самым снижая синтез холестерина. В основном наибольший эффект на уровень общего холестерина и липопротеидов низкой плотности. Назначают преимущественно вечерние часы, так как синтез холестерина более интенсивно проходит в ночное время. Действие статинов является дозозависимым, и каждое удвоение дозы приводит к дополнительному снижению уровня липопротеидов низкой плотности на 6%, так называемое правило 6%. Вот так оно выглядит, но хочу отметить, что удвоение дозы также может привести и к побочным эффектам. Среди побочных эффектов – это действие на печень. И, конечно же, критическим считается повышение трансаминаз при выше, чем 3 верхние границы нормы. Непростая задача врача в выборе как препарата, так и в дозах его у пациентов высокого и очень высокого риска развития сердечно-сосудистых осложнений с так называемой скомпрометированной печенью. Это исследование проводилось в институте гастроэнтерологии, где доказано положительное влияние препаратов урсодезоксихолевой кислоты у больных с неалкогольным стеатогепатитом. И вы видите достоверное снижение уровня общего холестерина, холестерина липопротеидов низкой плотности и нормализации печеночных ферментов. Причем как монотерапия препаратами урсодезоксихолевой кислоты, так и в сочетании со статинами также оказала положительный эффект. Причем эффективность комбинации малых доз статинов, как показано в последующих работах, и урсодезоксихолевой кислоты выше, чем использование удвоенной дозы статина. Так выглядит алгоритм лечения нарушения липидного обмена у больных с неалкогольным стеатогепатитом. И вы видите, если идет повышение до трех норм, то возможна комбинация статины и препарата урсодезоксихолевой кислоты. Если выше, то статин отменяется и назначаются препараты урсодезоксихолевой кислоты. Дополнительный эффект высоких доз урсодезоксихолевой кислоты при неалкогольном стеатогепатите здесь показано, улучшал показатели углеводного обмена при сахарном диабете второго типа и при нарушении толерантности к глюкозе. Преимущество урсофалька основано на большом количестве исследований, около 4000, и то, что препарат является референтным. То есть регистрация других препаратов требует доказательства биоэквивалентности. Однако даже сравнивали биоэквивалентные препараты, и здесь показано, что при назначении других необходимо увеличение дозы. Мы проводили исследование по совместному назначению мукофалька и статинов. Здесь представлено исследование профессора Ордацкой, которое показало, что без увеличения дозы статинов возможно дополнительное снижение липопротеидов низкой плотности. Наши коллеги из Самары проводили лечение препаратом мукофальк у больных с метаболическим синдромом. И на лиду с снижением индекса массы тела вы видите положительное влияние на общий холестерин. Это наше исследование по изучению действия псиллиума на уровень общего холестерина. И как вы видите, достоверное снижение общего холестерина на 14%, липопротеидов низкой плотности на 15%. Достоверного изменения липопротеидов высокой плотности и триглицеридов мы не выявили. Причем часть больных в этом исследовании была на комбинированной терапии. Получала статины и мукофальк. Мы отметили повышение печеночных ферментов некритично в 1,5-2 раза, но снизив дозу статинов вдвое, оставив дозу псиллиума прежней, уровень общего холестерина не повысился, а печеночные ферменты нормализовались. Здесь вы видите работу, которая показывает и дозозависимый эффект псиллиума на снижение уровня холестерина липопротеидов низкой плотности. Чем обусловлен механизм гиполепидемического действия? Ну, во-первых, адсорбция холестерина из желчных кислот и усиленное выведение их скалом. И для поддержания пола происходит усиленный синтез их из холестерина, уменьшая его количество в желчном. В 1998 году организация FDA и Американская кардиологическая ассоциация в качестве компонента диетической терапии включили псиллиум пациентам с легкой и умеренной гиперхолестериномией. В 2003 году Европейское медицинское агентство утвердило данные рекомендации. В 2010 году вышла книга эндокринологии под редакцией перевода Дедова и отмечено, что псиллиум может связывать желчные кислоты в кишечнике и способствовать выведению холестерина. Так же, как и при диетических рекомендациях, так и для медикаментозного лечения. Когда нужно контролировать уровень печеночных ферментов? Ну, во-первых, перед началом лечения статинов, через 8 недель после назначения или коррекции дозы, предположим, удвоение, и затем 1 раз в год, если не превышает критический уровень печеночных ферментов, то есть меньше 3 верхней границы. Если превышает, то здесь вы отменяете статин или уменьшаете его дозу, добавляя препараты урсодезоксихолевой кислоты или псиллиум. Здесь представлена схема назначения препарата при гиперхолестериномии, метаболическом синдроме и ожирении. И хочу отметить, что необходимо препарат назначать за час до или после других лекарственных препаратов, чтобы предотвратить их абсорбцию. Ну и в заключение мне хотелось рассказать про Акира Эндо, это биохимик, который участвовал в создании статинов. И то, что он как-то обратился к врачу по поводу болей в сердце, после обследования врач ему сказал, что у него атеросклероз и нужно лечиться. Увидев некоторую встревоженность пациента, врач ему сказал, успокоил, не волнуйтесь, есть прекрасное средство статин, он вас вылечит. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Ирина Арсеньевна. Вопросы будут, наверное, мы не успеваем, вопросы будут во время круглого стола, будем обсуждать. А сейчас я предоставляю слово нашему гостю из Киева, сотруднику Национальной академии последипломного образования Федусенко Александру Анатольевичу. Он нам расскажет о новом методе диагностики жировой болезни печени, с которым мы уже начали работать, мы проводим с ними совместную работу. Я предлагаю прослушать этот доклад. Спасибо. А у вас есть? Здравствуйте, многое уважаемые коллеги. Наша работа, доклад, посвящена возможностям и ограничениям мультипараметрической ультразвуковой диагностики в диагностике жировой болезни печени. Необходимо сказать, что понятие стеатоза печени или жировой болезни характеризуется избыточным накоплением микрокапелек 3-глицеридов, которые находятся в вакуолях гепатоцитов. И чрезвычайно важно понимать, что все это происходит именно интрацеллюлярно, внутри клетки. В связи с чем наблюдается такой диссонанс факторов, допустим, выраженных проявлений жирового гепатоза или какого-либо другого диффузного процесса печени. Об этом я скажу чуть ниже. По данным лучевых методов исследования, включая ультразвуковую диагностику, и в то же время зачастую при отсутствии на ранних этапах развития заболевания какой-либо клиники. В зависимости от того, пациент наш злоупотребляет или не злоупотребляет алкоголем, всем известное подразделение жировой болезни печени на алкогольный и неалкогольный стеатогепатоз или его запущенная форма стеатогепатит, в случае неалкогольной жировой болезни печени проблема часто ассоциируется с алиментарным ожирением, сахарным диабетом второго типа, различными нарушениями дисбалансов липидов, артериальной гипертензией. Эпидемиология неалкогольной жировой болезни печени на сегодняшний день в Западной Европе говорит о том, что приблизительно от 20 до 40% жителей Западной Европы имеют данную проблему. Говоря о физике угасания ультразвука, имеется такой факт, что капельки жира, обладая натяжением псевдокапсул микровакуолий жировых, великолепно отражают ультразвук, тем самым препятствуют его глубокому проникновению. И зачастую этот факт является тем, что ультразвуковое исследование с традиционными методиками, 2B метод, серошкальный, является низкоинформативным, либо вообще неинформативным. И на сегодняшний день существует решение данной проблемы, включая то, что совершенно недавно, патент получен в 2013 году, изобретена новая ультразвуковая методика, неинвазивная, обратите внимание, количественной и качественной оценки накопления жира в печеночной паренхиме. То есть имеются две проблемы, в одной печени проблемы фиброза, проблемы жирового гепатоза. И вот, количественно не определяя количество жира в печени, зачастую по данным ультразвуковой диагностики, сложно сказать, что же у пациента на самом деле. Классические примеры и паттерны ультразвуковых признаков говорят о том, что будет повышена эхогенность печени, будет снижена звукопроводимость печени, будет повышена ее зернистость, но что же на самом деле у пациента, конечно же, сказать будет невозможно. К тому же имеет место быть общеизвестным фактом патолого-морфологическим, что печень отвечает однозначно на любые виды поражения, неважно, это поражение инфекционное, вирусное, это один из видов жировой болезни печени, или любое другое токсическое поражение, включая алкоголь. В конечном счете это приведет к фиброзу печени. Поэтому чрезвычайно важно разделить понятие фиброза и стеатоза, либо в какой степени он выражен у данного конкретного пациента, степень данных проблем. На сегодняшний день, датированный 2016 годом, вышел гайдлайн или руководство по ведению пациентов с жировым гипотозом, который регламентирует, или, правильнее сказать, рекомендует определенный диагностический маршрут, неинвазивный, речь идет о неинвазивной диагностике, пациентов с жировым гипотозом. И достаточно много факторов влияет на повышение жесткости печени, то есть на развитие фиброза, одним из которых и является стеатоз. Поэтому знать о его степени чрезвычайно важно гастроэнтерологам. В эксперименте также доказано, работа была проведена на искусственно произведенном жировом гипотозе у мышей и крыс, который свидетельствует о том, что если даже в печени не наблюдается элементов фиброза, по данным различных методов, включая и эластометрию, наблюдается повышение ее жесткости. И тем самым мы понимаем, что жировой гипотоз или жировая болезнь печени ведет к повышению жесткости в естественных единицах килопаскалях, даже если фибротические изменения отсутствуют. На сегодняшний день существует морфологическое стадирование жирового гипотоза. Это так называемая шкала жировой активности. Первые работы датированы 5-6 годом, окончательно приняты в 12-13 и 14-м годах. Автор Миклейнера и Бедоса. И в зависимости от объема пораженных гипотоцитов, от 30-60% и свыше 66%, жировой гипотоз подразделяется морфологами на 3 степени. То есть нулевая степень жировой инфильтрации печени, если объем поражения гипотоцитов нулевой или менее 5%. А все остальные степени датированы, как я сказал, уже первой, второй и третьей степенью активности. Наша работа посвящена определить возможностям и ограничениям последовательности взаимодействия современных ультразвуковых параметров именно в одном ультразвуковом сканере у данного конкретного пациента при проведении единого обследования. То есть чтобы, другими словами, оптимизировать маршрут пациента диагностический и получить массу параметров важных, которые будут характеризовать жировую болезнь печени при одномоментном исследовании. Нами было обследовано более 400 пациентов различных вековых групп на ультразвуковом сканере совместного производства Украина-Швейцария. И на нем удалось реализовать по понятиям мультипараметрической ультразвуковой диагностики. Этот термин был введен в 2013 году, впервые прозвучал на Европейском конгрессе радиологов. Он включает в себя одномоментное обследование пациента традиционным, Б-методом сирошкальным, применением всех доплеровских режимов, продвинутые технологии современные, можно сказать, и назвать их ренессансными в настоящее время. Это эластография и эластометрия. И методика, о которой я говорю, совершенно новая, это стеатометрия, то есть оценка жировой инфильтрации применительно к стадиям по классификации НАС. Представлены сейчас все виды этих исследований, которые я озвучил. То есть все это применяется одномоментно, поочередно одномоментно, у одного и того же пациента при одном и том же обследовании. Что нам дает сирошкальное изображение, традиционное? И вот здесь я хочу сослаться на предпредыдущего докладчика. Очень интересная статистика, коллеги, прозвучала, что чувствительность ультразвуковой диагностики начинается при жировой болезни печени, жировой инфильтрации от 20% поражения. Хочу дополнить эту информацию, что, вероятнее всего, речь и шла о классическом сирошкальном исследовании, без современных продвинутых методик, о которых мы будем также с вами говорить. Доплерографические параметры помогали нам оценить ангиоархитектонику печени, сплантнических сосудов, потому что мы на сегодняшний день знаем оценить возможности печени посредством ультразвука без оценки гемодинамики, как притока, так и оттока. Крови является неполноценным, несовременным и выходящим за рамки функциональных исследований. Мы будем иметь по Б методу исключительно анатомические аспекты. Сдвиговолновая эластография. При ней мы можем оценить жесткость паренхимы печени, и если получаем ее параметры высокие, согласно классификации морфологической метавир F3, F4, то согласно опять тех же рекомендаций европейского общества, занимающихся проблемами печени, требует от врача лучевой диагностики поиска портальной гипертензии, ее прямых или косвенных признаков, а также возможного развития гепатоцеллюлярной карциномы, которая, как мы знаем, развивается в 99% исключительно на жесткой печени. То есть такой риск крайне минимален при жесткости печени в степени F1 и F2. Необходимо отметить, и это одна из основных целей работы, что метеоризм, ожирение и узкие межреберия, вот три позиции, не позволили выполнить эластометрию, процент не очень большой, чуть меньше 2%, но все равно такая проблема существует, и мы, конечно же, должны об этом знать и помнить. Если в процессе оценки жировой болезни печени у пациента были выявлены очаговые поражения, поражения, это могут быть или первичные опухоли, и не обязательно гепатомы, это могут быть и доброкачественные процессы, это могут быть узлы регенераты или узлы диспластические, допустим, при церротическом поражении, если у пациента имеется смешанный вид поражения инфекционной и инфекционной природы. Гиперплазия лимфатических узлов, речь прежде всего идет о печеночной группе, и очаги дистрофии. Использовали компрессионную эластографию. В этом случае из ее разновидностей использовали режим так называемой естественной компрессии, то есть когда сканер улавливает естественные физиологические движения внутри организма, ну, к примеру, биение сердца или крупных сосудов, и которые позволяют нам оценить в этом случае те очаги, которые мы с вами выявляем и визуализируем при серошкальном изображении. В данном случае у пациента с гепатоцеллюлярный рак, очаг в левой доле, с высоким коэффициентом жесткости очага. То есть неинвазивно мы можем уже сказать, что этот очаг с большой долей вероятности носит характер злокачественный. Ну и, наконец, ультразвуковая стеатометрия. Новый инновационный параметр, который мы вносим и рекомендуем его часто применять, особенно там, где это нужно, где есть подозрения, если пациент идет с предварительным диагнозом или метаболический синдром, или какой-то из видов жировой болезни печени. Данная методика интересна тем, что дает возможность практически в 100% случаев оценить звукопроводимость печени. Измерения производятся в децибелах на сантиметр. И в окне опроса мы с вами видим колоризацию в данном случае зеленым цветом. Если вы обратите внимание на цветовую карту, все, что зеленое, как на светофоре, это поражение минимальное или отсутствующее. И напротив, красный цвет, запретный цвет опасности, говорит о том, что у пациента имеет место быть жировая инфильтрация. А в зависимости от единиц, которые мы получаем, мы можем приблизиться максимально к нашей классификации и тем самым высказаться, какой же процент жировой инфильтрации печени у данного конкретного пациента. И вот то, о чем я говорил в начале, цель мультипараметрического ультразвуковой диагностики разделить, так все же у пациента что есть? Фиброз или стеатоз? Или наоборот? Или то и другое? А если то и другое, то в какой степени? Мы с вами видим, что в данном случае жесткость паренхимы печени едва достигает 5 кПа. Это абсолютная норма. В то же время имеет место быть жировой гепатоз. И как потом впоследствии подтвердилось лабораторными тестами, у пациента имеет место быть стеатогепатит. И классифицируем мы данное поражение как стеатоз третьей степени согласно нас классификации. Данное исследование мы с вами можем на сегодняшний день уже производить и на отечественном, на российском оборудовании, которое выпускается научно-производственной фирмой БИОС и мультипараметрическая ультразвуковая диагностика с успехом, возможно, на данном этапе. Обратите внимание на две эти сканограммы. Они разбиты на две части, так называемый мультискан режим. Мы видим слева, в данном случае, фрагмент печени с областью интереса и колоризации, соответствующей жировому гепатозу той или иной степени. А справа вот непонятный график для вас. Я поясню, что это такое. Это так называемая профилограмма, которая фактически прорисовывает нам на экране, ультразвуковой луч, как он распространяется в паренхиме печени. Раньше нам этого невозможно было сделать на традиционном Б-методе. Что он нам помогает? Он помогает обойти те анатомические нормальные структуры, которые могут внести какие-то неопределенные или ложноположительные или ложноположительные результаты. Это крупные сосуды, портальные тракты, связочный аппарат печени и так далее. Производится, конечно же, метрология оборудования, потому что всегда возникает вопрос, а правильно мы меряем? Что же мы меряем? Изготовлены на сегодняшний день фантомы, которые имеют звукопроводимость, соответствующая первой, второй, третьей степени фиброза. Поэтому мы знаем, что меряем мы с вами максимально точно. Действительно, изменения соответствуют морфологическим критериям, если после проводились биопсии. Данные нашей методики были сравнены с показателями фиброскана фиброскана, фирмы Эхэсэнс Франция. Знаете, прекрасный аппарат на сегодняшний день единственный, который рекомендуется к общеклиническому исследованию, опять же, ассоциации ИЗЛ европейской. И параметры, согласно графикам, вы видите, что они сопоставимы. Также параметры ультразвуковой стеотометрии мы проверили с данными, которые абсолютно нашли корреляционные моменты с рентгеновской компьютерной томографией. Еще до недавнего времени она считалась золотым стандартом в исследовании жирового гепатоза. То есть показатели денситометрии являются высокоспецифичными, хотя, как оказалось после наших исследований, невысокочувствительными, потому что первую степень жирового гепатоза компьютерная томография может не чувствовать в кавычках. Ну и с появлением магниторезонансной стеотометрии, это следующий метод возможности компьютерной томографии и частота ее использования, учитывая вредное воздействие, ионизирующее излучение, на сегодняшний день отошли на второй план. Обратите внимание на показатели диагностической информативности ультразвуковой стеотометрии. Они обладают достаточно высокой чувствительностью, специфичность, естественно, оставляет желать лучшего на сегодняшний день, но исследования не закончены, они еще продолжаются, тем более заявлены мультицентровые исследования с нашими коллегами из России, из Москвы, чему мы несказанно рады. И обратите внимание на вот эту таблицу сравнительной диагностики, неинвазивной жирового гепатоза, то есть фактически это квинтэссенция нашей работы, мы с вами можем сравнить показатели золотых стандартов на сегодняшний день. Обратите внимание, благодаря доступной нам литературе, это КТ-стеотометрия, но обязательно с печеночно-селезеночным коэффициентом, с его расчетом. Это единственный метод, который вместе с транзиентной стеотометрией, выполненный на фиброскане с возможностью определения кап индекса, так называемая контроль атенеяшн параметр, коррелирует с нашими результатами. Для специалистов лучевой диагностики, кто будет этим заниматься в практической части, мы предлагаем ряд медиалогических аспектов, которые являются достаточно узкими вопросами, они будут интересны, если кто-то этим занимается, я об этом могу рассказать позже и кулуарно. Таким образом, на сегодняшний день в оборудовании, представленном на экране, мы с вами можем произвести в полном объеме мультипараметрическую ультразвуковую диагностику жировой болезни печени. Это Б-режим классический, о котором мы говорили, это доплерография, это доплерометрия, обязательно с исследованием портального кровотока и спланхнического кровотока, речь идет о притоке и оттоке, еще раз напоминаю. Это эластография, эластометрия, то есть оценка степени фиброза по шкале метавир и стеотометрия. Обратите внимание, что именно этот компонент четвертый на сегодняшний день, я не боюсь этого слова, но это так и есть, сегодняшний век интернета, об этом можно легко удостовериться, возможен на сегодняшний день только в этом аппарате. Наши многоуважаемые коллеги и конкуренты GE, Тосиба, Сименс, на сегодняшний день этого никто еще не имеет. Это инновация российская, украинская, московская. И резюмируя свое выступление, хочу сказать, что мультипараметрическая ультразвуковая диагностика это мощный диагностический инструмент всесторонней оценки, обратите внимание, неинвазивной оценки жировой болезни печени, который на сегодняшний день является методом первой линии, учитывая его неинвазивность, учитывая простоту выполнения, учитывая вопросы медицинской эргономики, учитывая то, что он не обременительный для наших пациентов, должен, конечно же, применяться. И из сложностей, с которыми мы столкнулись, это явление метеоризма, а мы понимаем и знаем, что пациенты с метаболическим синдромом, с различными видами гепатита, достаточно ярко страдают этой проблемой. Это ожирение, узкие межреберия после операционной изменения, такие как рубцовый и спаечный процесс, незначительно, но все-таки ограничивают доступность мультипараметрической ультразвуковой диагностики. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое, Александр Анатольевич. Мы продолжим работу, надеемся вас видеть еще у нас с прекрасным докладом, который познакомил наших слушателей. Действительно, с очень интересной методикой. Мы, как люди, которые начали работать, врачи, экспериментаторы, очень удовлетворены первыми результатами. Надеемся в ближайшем будущем их озвучить, опубликовать совместно с вами. Спасибо. Теперь мы всех приглашаем после короткого перерыва. Наверное, перерыв имеет смысл какой-то сделать, наверное, 2-3 минуты. Да, конечно, конечно, проветриваем помещение. Да, пожалуйста, приходите на круглый стол, мы обсудим те проблемы, которых не успели коснуться в полной мере. Спасибо за внимание. Спасибо, что пришли.